Здравствуйте. 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 Главное управление ВДР. Старший Центр Восстанского и Академического отдела безопасности сразу Валерия Сергеевна. Номер 6907272938. Сразу хочу предупредить, что там не разговор мы с вами ведем поджадок, вот почему он был в сердце по единым реестам, что с тем, что с расследованием. Смотрите. Мне поступило заявление от Центрального банка на возбуждение уголовного расследования. Это мошенничество для течения чудового мудроства после обмана. Так как от нашего единого лицевого счета была попытка кражи в особо крупных размерах. В данной ситуации, если банк поступает в этот пенсионный обзор, то есть после обзора полного объезда, если у вашей ныны в этом нет. пенсионная информация, номер карты, паскотные данные. Поступали. Поступали? или номер карты, или срок действия, или код на обороте? Нет. Хорошо, я так вам скажу, что я зафиксирую данную информацию? Угу, фиксируйте. Самостоятельно вы никому вашу персональную информацию не предоставляли? Какую, например? Паспортные данные. Ну, паспортные данные есть, например, в МФЦ, в налоговой инспекции, в поликлинике, где там еще. Все это я предоставляла самостоятельно. Я понимаю, есть знакомые лица, которые никак не относятся туда, куда действительно не нужны, и взять эти куда-то уйдут? Нет, не предоставляла. Чужим неизвестным людям. Хорошо, не предоставляли. Также хочу рассказать, что по всей территории Российской Федерации проходит компрометация лицент в штатах. И уже более 70 лет, которые повторяются, вы собираетесь на далее. В этом массиве будут доступны страницы, якобы от сотрудников банка. Вы с нами по листовку, никакой персональной информации о себе не предоставляете. Также вы спросите, вы на данный момент понимаете, что такое ваш единый лицевой счет? Ну, конечно, я наслышана, да. Это единый счет со всех банков, куда стекается вся моя информация. Абсолютно. Абсолютно. У меня есть только у сотрудников отделения банка, а также у вас по вашим пасторным данным. И, кстати, а из этого мы произведем сотрудников компрометации данных. Также, вы спросите, когда вы в последний раз встречали отделение Сбербанка? Год назад. Можно, да, вы контактировали с сотрудниками именно? Да, да, да. Хорошо, подскажите, а то есть вы понимаете адрес, по которому вы вгощали отделение банка? Ленина, 42. Ой, или 46, не помню. Точно номер дома не помню. Хорошо, подскажите, а то есть вы секретарь, а где находитесь? Астраханская область, город Гнаминск. Хорошо, я зафиксировала данную информацию. Также, подскажите, а то есть вы, подскажите, а то есть вы сотрудников банка не завещали, когда в последний раз посещали отделение? Нет, ничего. Ничего, не замечали. Хорошо, в таком случае данная отделение я предотвращаю в секцию здравоохранительных органов для перепроверивших сотрудников. Это подскажение именно издействия банка произошла утрата ваших персональные даты. Смотрите, для того, чтобы быть подписчиками происходило на вашего единого счетового счета. Так, я уже положила доступ к данному счету. Не имеется только у сотрудников подземелья банка, а также у сотрудников, которые находятся на горячей линии. Поэтому есть подозрение, что компрометация личных транспортных происходит именно через отделение банка. Данная информация вам понятна? Да, понятно. Хорошо, вы, в принципе, в онлайн-кабинетах Сбербанка пользуетесь? Да, конечно. Кроме вас, кроме вас, не больше не имеется? Нет, нет, только я. Только вы имеете. Хорошо. Как вы понимаете, что центральный банк вы перепроявляетесь? В принципе, банков с инструкцией, где вы на данный момент являетесь клиентом. Почта-банк и приват-банк. Хорошо, минутку, я фиксирую данную информацию. Угу. Хорошо, на данный момент я фиксирую Сбербанк и Почта-банк. Все верно? Да. А приват-банк не считается, нет? А вот так, я фиксирую, и вон такой раз, к центральному банку. Предскажите, пожалуйста, а вы на данный момент до сих пор пользуетесь приват-банком? Да, что вы мать-то. А что такое? Ну, на Украину езжу, там у меня карточка в приват-банке. Что, это запрещено разве? Нет, нет, я просто, я имею в виду просто, на территории Российской Федерации данного банка нет, поэтому мне должна была быть читать информацию. Я фиксирую ее в декларацию. Угу. Хорошо. Также, пожалуйста, пожалуйста, а когда вы после декларации начали отделение Почта-банка? В нашем городе нет отделения Почта-банка. Так что я, наверное, была, ну, где-то года полтора назад в соседнем городе. Хорошо, я зафиксировала данную информацию, потому что там ничего подозрительного вы не заметили со стороны сотрудников банка. Да нет, ничего. Хорошо, то скажите, пожалуйста, у вас же банк открыт пенсионные счеты, или же вы пользуетесь только декларовой картой? Только картой. А, хорошо. У вас, в основе банк открыт структуры, это вы сенсионные счеты, или же... Нет, еще за пенсии не дожила. Хорошо. То есть у вас отрезерпатный проект, это верно? Да. Он открыт в гербанке, или же такой же банк? В гербанке. Хорошо, я сейчас тебе дам информацию. Да. Так же, да, наверное, заселять декларацию центральному банку для перепроверки данного селения банка и так же ваш стоп. Так, так сказать, а вы, в основном, а кредитная карта для селения банка забирали? Нет. Так же кредитом вы не пользуетесь? Наверное? Все верно. Хорошо, я зафиксировала данную информацию. Так же. Подписывайся, вы самостоятельно накопительные счета, вклады, книги открывали? Нет. Пластиком зелебанка вы не являетесь? Нет, не являюсь. У вас есть карта почта банка, или же вклад в почта банке? Карта почта банка. Они находятся у вас, а в руках не были утеряны, или же указаны? Нет, у меня все. Что у вас? Хорошо. В таком случае я буду перепроверять данную информацию, или направлять к центральному банку этой проверки ваших счетов. Так, в данном случае у вас питания по вашему единому дешевому счету, вы можете составлять 50 тысяч рублей? Да, Магадава. Хорошо, я зафиксировала данную информацию. Так же, в данный момент, как происходит протеревание, по какой причине проходит в речном ваших данных, я вас должна приинформировать в статье 183 УКРФ. Это статья из отношения банковской налоговой тайны. То есть, на данный момент, все ваши друзья, родственники, знакомые, сотрудники отделения банка являются третьими детьми. И вы, не имеете право, разглашайте мою информацию о том, что мы с вами связывались, потому что у вас на данный момент только неправоверное действие. На решение мошеннических действий у банковской инструкции в Альянсе, наверное, перерывалось по защищенному каналу связи на сотрудников центрального банка. Там для вас будет выделен специальный специалист, который поможет локализировать все мошеннические действия, а именно попытку вписания с вашего единого лицевого счета. На данный момент, ваша задача будет закончиться перед вами своей работой с банком, после чего получите оригинал с документом. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы, вы можете попросить в сервисе, перерывайте меня, вашего ведущего следователя. Я в дальнейшем так же буду повторно с вами связываться. Я в дальнейшем так же буду записать. Мои инициалы и номер жетона. Хорошо. Да, выписываю. Разова. Валерия. Дадеевна. И так же мой номер жетона. Да. 77. 77. 29. 29. 38. 38. На данный момент я вас обращаю, что вас не на линии не отключаются, я с него специально в банках. Хорошо. Хорошо. Да, ждать, пожалуйста. Елена Анатольевна, добрый день. Добрый день. Да, вас приветствует Саша, специалист Центрального банка Российской Федерации. Меня зовут Мартина Мария Александровна, она очень приятно. Елена Анатольевна, я на данный момент ознакомлюсь с протоколом по банке неправомерных действий. Подскажите, пожалуйста, с какой папой у вас ознакомили правоохранительные органы? Сказали, что-то там у меня пытаются списать с лица овощу. Более никакой информации вам не было предоставлено? Ну, это, по-моему, основная информация. Что-то было много вопросов бестолковых. Ну, это основная информация, что что-то пытались там... Елена Анатольевна, не без толковых вопросов, а вопросов, как церемон, на данный момент разбирательных. Давайте в таком случае объясню еще раз повторно, что произошло. Вы, возможно, не понимаете серьезность проблемы? Нет, не понимаете. У вас в резерве реального времени сейчас зафиксированы машины в педите. У вас произошла компрометация данных по банковской статуре. И также была популяризована в течение вашего имущества. Имущества? Да, на данный момент. С вашего единого лицевого счета. А, это имущество. Понятно. У вас деньги, значит, это не ваше имущество? Подскажите, пожалуйста. Так денежные средства, как вы сказали, у меня списывают или воруют про имущество? Елена Анатольевна, вы сейчас на данный момент не понимаете серьезность вопроса. Правильно я понимаю? Ну, объясните мне. Да, у меня пытаются списать деньги, да, это я понимаю. Таковая ситуация, мы на данном этапе подозреватель сотрудников отделения банковской структуры. Компрометации, да, они, потому что они пытались своих крестин внутрь банковской структуры, но при этом никаких осведомлений не поступало, правильно? Нет, не поступало. Елена Анатольевна, вы не интересованы в решении вопроса, я правильно вас понимаю? Ну, как же я не интересована? Ну, интересована, конечно. Контента на YouTube надо, нет? Надо. Какой контент? Ну, как какой? Вот когда вот такие умники, как вы, ваша пиздоболка, в полицию звонить, знаете, какой хороший контент на YouTube, когда выкладываешь вот такие разговоры? Во-первых, вы расширите шарик. Ну, конечно, они еще будут выбирать, как не разговаривать. Во-вторых, я вам сейчас предотправляю самосредообление по блокировке всех ваших... Ой, да не пизди, господи. О, Боже. Выражайте скорректнее. Нет, девушка, хорошо, я выражаю скорректно. Зачем, девушка, вы меня обманываете? Никакой смс вы мне не пришлюте. Ты с вами? Хорошо. Что ты или что? Ожидание самосредомления. Пиздоболка. Елена Анатольевна, выражайтесь скорректно. Да не хочу я корректно выражаться, что привязалась. Выгрожаюсь так, как мне хочется. И все, так и буду выражаться. Вы все сказали? Ох ты, елки, ты в альфа-банке, что ли, работала, коллектором, что ли? Вы все сказали, вы все сказали. Все сказали. Давай дальше. Продолжаем. А это вас предотвращение получили? Нет, еще. Где, где? Ну, так переправить себя сначала. Всего доброго. Ну, на этом мошенница слилась. СМС-ка, конечно же, потом пришла с номера 900. Это с учетом того, что она представлялась работником Центробанка. СМС-ка пришла с номером 900. СМС-ка пришла, как обычно, о регистрации в Домклик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова